Здравствуйте, дорогие друзья! Я вместе с вами продолжаю молиться по 9-му псалму. Это текст Писания, который Давид когда-то сказал с учетом его ситуации. Но они не ослабли в актуальности сегодня эти слова. Поэтому беремся в основание для нас 19-й стих 9-го псалма. «Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет». Сегодня люди могут чувствовать себя обездоленными, загнанными в угол, но Господь говорит, что не навсегда это происходило и будет. Не навсегда забыт будет нищий. То есть Бог-то никого не забывает, но когда человек оказывается в одиночестве, ему кажется, что он забыт. Небесный Отец, войди ко всем нищим, войди ко всем обездоленным, войди ко всем потерявшим надежду, возврати эту надежду, потому что как много простых людей, которые пострадали за последний период, так в большом масштабе и объеме. И по поводу жизни, здоровья, по поводу имущества, по поводу окружающих перспектив. Господь, а мы просим Тебя, чтобы Ты явил эту надежду и милость, потому что когда милость Твоя превозносится над судом, то у человека есть надежда. И я прошу, чтобы Ты проявил эту надежду к тем, кто сегодня дышит, кто живет на планете Земля и кому необходимо здравый смысл от Тебя принять, отказаться от всякого тумана, отказаться от всякого состояния мести, горечи, безысходности. И всего, что приводит к компромиссам или потере смысла жизни. Мы заступаемся за таких людей, где бы они ни находились, в реанимации, на фронтах, в домах, либо где-то еще. Господи, выйди к ним навстречу, окажи свою милость. По молитвам тысяч людей, которые сейчас взывают к Тебе и молятся, потому что мы знаем таких людей, но Ты знаешь их гораздо больше. И поэтому будь к ним милосерд. Открой свои объятия, свою любовь, прояви к каждому. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. Продолжаем молиться. До свидания. До свидания.